Всем привет! Сегодня я буду говорить о теме, в которой я совсем как-то не разбираюсь. Но не бойтесь, нашла все, что необходимо. Но вот так как искала в интернете, спрашивала у моих друзей, и о чем будет речь. Но мы же у воды, а значит, что мы будем говорить про рыбожение. На русском рыбалка. Так, зачиняем. В начале самые основные слова, типа рыбащение, это я уже говорила, это рыбалка. Существует глагол рыбащить, рыбащить. Потом тот, кто занимается рыбащением, называется рыбащ, рыбак. Ну а если уже он идет на рыбалку, значит, едет на рыбы. Если он идет, он еде на рыбы. Это вот один раз. Например, что муж скажет своей жене, мелочку, не скажу на рыбы. Типа, сегодня я иду на рыбалку. А если он постоянно, как это регулярно, каждое, не знаю, каждое утро, в суботу он ходит. Это ходит на рыбы. Ходит, значит, ходит на рыбы. А если он уже на рыбалке, что он делает, ну говорится, что я на рыбах. БИТ на рыбах. Ну, днеска jsem на рыбах. Я тогда не, но он, например, да. А важное слово, что вы говорите, ловить рыбу. Одну, типа. А мы говорим, ловить рыбы. Или, чаще всего, чытать рыбы. Бывают такие вопросы, типа, а что ты днеска чытнул? Ну, какую рыбу ты уловил? Когда у вас рыба, значит, что вы успешны и вы получили рыбу. А когда вы ее не получили, так что очень часто говорите, что вам уплывала. Уплывала. Ну, и теперь немного теории. Как вы можете вообще получить рыбаловную лицензию в рамках Чехской республики? Ну, в самом начале вы должны найти то, что называется Ческий рыбарский сваз, небо Моравский рыбарский сваз. Существует филиалы почти в каждом городе. Туда найда заходить и сделать регистрацию, регистроваться. И потом успешно сдать тест, написать тест. Что есть в том тесту? Треба делька рыб, права и повинности рыбаря, или на примере, что там. Рузные типы рыбарений. Ну, типа, как длинные рыбы вы можете ловить, какие права и обязанности рыбака, и какие виды рыбалки. Например. Да, должны найти муниципалитет, место жительства и там опять же прийти, предложить вот этот тест и сказать, что вы хотите именно этот рыболовный билет, лицензию, регистрацию. Покупайте на год, три года, десять лет или на неопределенный срок. Выбирайте та же вся здесь ценой. И потом что? Опять идете в этот ческий сваз рыбарский. И показывайте, что у вас уже есть вот эта регистрация, уже лицензия, все. А вот покупайте опять же разрешение на ловлю. Это поволенка на лов. Типа, что вы можете в определенных участках ловить рыбу. Поволенка к лову. Рыбу се еште дели подле того, где будете ловить. Типа, да, она подразделяется наше два территории. Вот, существует целорепубликовая поволенка, что типа во всей Чехии вы можете свободно ловить рыбу. Целосвазовая, что вы можете ловить в рамках вот части, которая частью союза рыболовного. Уземные. Это касается только определенной территории или местной. Местной. Это типа, что это определенный рыболовный участок. И кроме того, еще подразделяется эта поволенка на мимо пструховые ревиры а пструховые ревиры. Типа, что вы покупаете, а еще разрешаете, вот если хотите ловить фарели, потому что пструх это фарель, или не хотите. Вот если мимо пструховые, вот не ловите, пструховые ловите. Кстати, рыбарский ревир это рыболовный участок, чтобы вы знали. Значит, осторожно, всегда имейте все бумажки на вот эту рыбалку у себя, потому что также там список, где вы можете ловить рыбу. Это нельзя везде. Поэтому будьте осторожны, и лучше можно также посмотреть вот на страничке союза. Вот если на этом месте можете вот вообще ловить. И когда мы уже говорим про рыбу, назовем некоторые рыбы на русском, на чешском. Но так самое, встречаем это, ну и популярное, карп, капр. Шука, это штика. Потом есть леш, совсем другое слово на чешском. Сейн. Платва, это плотица. Сом, это сумец. Ну, а уже про форелла говорила, форелл это пструх. Самые такие встречаемые рыбы, которые в Чехии есть. Ну, так как я сижу спокойно на лавочке, так рыбак никогда не рыбачит. А что у него? Ну, у него бывает, например, кресло. Кресло или лежак, легатко. И такая малая столичка, говорим, типа, ну, стульчик. А если он, например, ночью бывает у воды, понадобится также спацак. Спальник или стан, палатка. И ночью также понадобится человка, ну, налобник. А интересно, вот как возникает это слово на русском и на чешском. Что на русском это налбу, а у нас просто человка, так как лоб это чело. И что также понадобится, ну, если посмотрим на рыбака, что у него, что, в чем он одет. Ну, это водонепроницаемый, это непромоковый, а типа может быть одежда. Типа облачение, колхоты, штаны, бунда, куртка. А именно про эти штаны такие, типа, ну, что они такие зеленые, светлые, темные, там также желтый цвет и так далее. И тогда такие природные штаны просто. Мы говорим маскаче. От слова масковать, ну, типа маскировать или как-то, ну, что-то просто человек должен как-то, ну, быть невидимым вот этой на природе. Прямо вот там исчезнут в природе, в принципе. Поэтому мы говорим про эти колхоты как про маскаче. И еще я хотела сказать, что у рыбака бывают такие определенные типичные сапоги. А мы их называем холинки. И типа, таки слова, у которых вы должны потом доследующие пиры от найти, если вы специалисты типа рыбалки. Ну, вот эта штука большая, которая, ну, просто удочка, называется прут. А вот эта катушка, это навияк. Я нашла типа, что существует с предней брздой, с задней брздой, но вот таких многих видов навияку, я даже не верила. Вот эта штука, на которой крючок, гачек, это крючок, это леска. Называется ланко, но чаще всего власец. Это такое типичное слово, власец. То, что у вас на крючке, чтобы вы, ну, поймали рыбу, это называется навнада. И чаще всего, или, когда я вот рыбачила, это было два раза в жизни, мы использовали хлебовую куличку, это такой, ну, шарик из хлеба, или жижали. Но жижала, это дождевой червь. Ну, и последнее слово, которое вам необходимо, нужно, это подбирак, подсачек. Ну, и все. Про слова, связанные с рыбалкой, от меня все. Следующее, пожалуйста, ну, попробуйте найти, потому что, если кто-то занимается рыбалкой, я надеюсь и верю, что разбирайтесь в этой теме лучше, чем я. Так, как пойдет дош, ну, уже немножко идет, мы прощаем с вами, супер, что в самом конце рыбалки, вот идет дош, ну, интересная. Хорошо, вот все это. Друзья, мы говорили о рыбаре, так, думаю, что уже все, что вы знаете. А будем се на вас тяшить за все в следующем. Кстати, про и на странице мне говорила, что можно купить такой специальный билет, ну, на рыбалку, который длится, не знаю, там 30 дней или 2 месяца, ну, он становится немного, ну, тако, ну, просто не дешевый. Поэтому, ну, раз, разрищите сами его, если его хотите. И все, пишите нам в комментариях, какая темата вас интересует, что бы сте хотели еще слышать, дайте нам лайки и будем се на вас тяшить за все в следующем. Так, ахој.